Ой, вы сейчас что увидите? Эй, чайка! Ты что? Ах ты смаглый! Капец, колесо спущено. Тошнить начало и так далее, и тому подобное. Все вытекающие. Ой, молодец какой. И что мы нашли? Мне жалко этого дельфина. Что-то вики нету и нету, нету и нету. Приходит она и приносит вот такую вот штуку. Не болейте, ребят. Очередная вылазка в Ялту из Фороса. Я вообще поехал за посылкой в СДЭК. Плюс Фороса в том, что город сам спокойный, недорогой. То есть там недорого можно и арендовать что-то, и поселиться и так далее. При этом также недорого можно купить продукты, зайти там в кафе покушать. При этом всем ты на самом деле находишься максимально близко от других городов, которые могли бы быть тебе интересны. То есть там даже Ялта, я не знаю, там Судак, Симферополь, Севастополь. А еще у нас тут случился казус. Знаете, оно как бы хоть и путешествие, но, грубо говоря, жизнь в автодоме, она не отличается от жизни, так скажем, в доме. И всякое может произойти. И вот, собственно, оно и произошло. Вчера Вика наелась клубники. И сегодня ночью ей стало хреново, то есть там тошнить начало и так далее, и тому подобное, все вытекающие. Ну, мы поняли, что это отравление. Я уже, естественно, съездил в аптеку, купил таблеточки, там всякие эти альмагели и прочую-прочую гадость, которую порекомендовали мне медики. Ну, наконец-то я забрал посылки, доехал я до Ялты, и все хорошо, посылочки в целости и сохранности. А теперь буду хвастаться. Итак, первая, ребят, посылка. Мне прислали Бакар Табак. У них новая линейка сейчас, причем он в такой подарочной упаковке. Три новых вкуса. В общем, тем более цитрус, апельсиновый шейк с медовой дыней. Короче, то, что я люблю, то, что прям надо. Это первая посылочка, такой кейс подарочный. И вторая посылочка, это Игры Габара. В общем, будем играть, будем смотреть, будем курить, будем наслаждаться. Ну и, конечно, хочется сказать большое отдельное спасибо Габару за эту игру и за полный пак с яйцом, с вот этим стухлым, с орехом мега острым. Будем пробовать, будем играть. А если ты хочешь тоже поиграть, то обязательно заказывай в Габаршопе. Благодарочка Бакар Табак за вкуснейшие табачки для кальяна. Это мой вкуснейший спонсор путешествия. И реально практически каждый вечер мы в путешествии садимся. С видом на море, либо еще там на горы, на лес. Покуриваем очень вкусный Бакар Табак через кальяны Нано Смок. Конечно же, кстати, у Нано Смока сейчас новая линейка кальянов. Поэтому обязательно заходите, смотрите, выбирайте табаки, кальяны. Это все очень вкусно и это лучшее сочетание. Нежданно-негаданно, друзья, посетили мы ночную Ялту. Целое приключение произошло. Достаточно прикольный, яркий город. Я думаю, что здесь было бы классно погулять или покататься ночью на машине. Но, честно говоря, немножечко при других обстоятельствах. Как я уже говорил ранее, Вике стало нехорошо. И когда я вернулся с Ялты с посылками, в надежде, что думаю, ой, сейчас Вика отошла. Я приехал с посылками. Думаю, сейчас мы забьем, покурим кальянчику, покайфуем, порадуемся. Но не тут-то было. Вике стало еще хуже. Скорую попытались вызвать. Скорая нам сказала, что, ребят, лучше приезжайте сами, потому что мы приедем, хрен знает, когда и вообще приедем ли. Тем более, вы там где-то на кемпинге и так далее. Мы поехали в больницу. В первой больнице нас чуть ли не матом послали. Сказали, идите вы отсюда, да у вас температура. Типа, да нам, мы не знаем, отравление не отравление. Да нам вообще насрать. Езжайте в инфекционку. Ну, мы, естественно, без всяких вот этих препирательств, потому что, ну, это бесполезно. Спорить, разговаривать. Рванули в инфекционку. Ну, и там уже провели, грубо говоря, наверное, часа два-полтора времени. У Вики взяли всякие там эти анализы. Все посмотрели, потрогали, проверили. Ну, и как бы 99% что это отравление, вот самый раз, как мы и думали, клубникой. Сбили температуру, дали таблеточку. Ну, и сейчас вот мы, получается, заехали в круглосуточную аптеку и направляемся домой. Время почти 3 часа ночи. Давайте искать во всем плюсы. Плюс в этом пусть будет тот, что мы увидели все-таки ночную Ялту, прокатились. Хотя, блин, лучше бы спали. Не болейте, ребят. У автопутешественников, кемперов бывают дни, когда складываются карты, и просто все люди, все отдыхающие, да, там, приезжие, неприезжие, неважно, собираются за общим столом, достают самые вкусные явшества и наслаждаются вечером. Так вот, у нас буквально завтра уже отъезд с кемпинга Крым, но сегодня мы решили собраться за общим столом. Пока еще не все подошли, но вот такие вот у нас, друзья, ништячки. Посмотрите, тут фольга, тут курочка, здесь фольга и здесь фольга. Можно вскрывать, да? Вскрываем, да. Грибочки, баклажаны, овощи, картошечка, шашлычки. Вот такая вот вкуснятина. И все мы сейчас дружно усядемся за этот прекрасный стол в прекрасной компании и обязательно подумаем о вас. А вы подумайте о нас и поставьте лайкосик на это видео. Сегодня мы пробуем вот такую штуку, называется кулеш. Это каша, очень странная, нам не рассказывают рецепт, но при этом все сидят и очень вкусно уплетают. Кто знает, что это такое, вы обязательно напишите, что это такое, потому что если бы мы знали, что это такое, мы бы знали, что это такое. У нас все как всегда. Собрались мы выезжать с кемпинга Крым, собираемся. Внутри уже собрали все, убрали. Уже надо цеплять машину, а я смотрю, и капец, колесо спущено. Ну, конечно, не в ноль, но почти в ноль. То есть, значит, где-то какая-то пробоина или еще что-то такое. Сейчас накачаем и будем ехать по пути, смотреть и сказать, что на монтажку. Присоединили, подцепили. А тут, короче, местные пацаны притащили вот такую вот фигню, которая кусается. Эй, чайка, чайка. Ай! Ты что? Ах, ты смаклый! Пацаны вас покусали. Голода мира. Сейчас она как плачная, слева, но это вот. Давай, главное, чтобы на голову не коснуло. Ооо! Эй! Как символично! И мы полетели, поехали. В другую сторону. Только да, в другую. Ребят, запомните, вот эти вот лица. Вот эти вот лица. Собственно, приезжайте. Очень гостеприимный кемпинг. Еще раз напомню, кемпинг Крым. Здесь все очень красиво. Крутая беседка, крутые домики, крутые номера. Можно вставать с палатками, можно вставать на автодоме. Ну и при этом самое главное, это офигительная крутейшая атмосфера. А виды, заглядишься. Вот, ребят, почему я не советую заезжать в Ялту с автодомом. Мы уже порядка 45 минут толкаемся и проехали буквально меньше километра. Просто, несмотря на то, что мы даже не через сам город едем, а мы объезжаем, грубо говоря, по трассе, по дороге. И здесь адские, просто отчайшие пробки. Двигаемся дальше. Сейчас у нас, скажем так, путь наш проложен до нового света. Ну, а там посмотрим, куда двигать дальше и все вам расскажем. Ребят, чтобы вы понимали, мы уже почти два часа топчемся в пробки и проехали буквально вообще ничего не проехали. И, судя по навигатору, новый свет сегодня. Мы приедем глубоко ночью. Мы посмотрели путеводители, мы посмотрели справочники. Скажем так, что мы не нашли супер каких-то прям мега интересных мест, которые хотели бы в Алуште посетить. Поэтому Алушту мы проезжаем просто через город. Просто увидим со стороны, посмотрим и поедем дальше. Причем со стороны это очень красивый город. В Крыму есть две основные дороги. Получается сейчас вот эта новая трасса Табрида называется, по которой можно очень быстро доехать, по сути, из одной точки Крыма в другую. Но также существует вот эта вот старая трасса вдоль моря, узкая, с сумасшедшими серпантинами, с сумасшедшими поворотами. Достаточно сложная, я бы сказал. Особенно, когда ты едешь на тот же с автодомом, потому что ему прям тяжело. Мы выше третьей скорости ни разу еще не включали. То есть, в основном, еду на второй передаче. Медленно, примерно там 40-50 км в час. Хотя ограничение здесь 90. Но, друзья, какие здесь виды, это просто обалдеть. Ребят, в общем, мы приехали в Судак. И вот первое, что, скажем так, впечатлило, это вот эта вот Судакская крепость. Причем она там какой-то древнючей-предревнючей постройки. Вот, завтра посмотрим, попробуем выяснить, может быть, в нее попасть как-то. Ну и посмотрим сейчас вообще в интернете, что там интересного и что можно посмотреть. Ночь нас застала в новом свете. Новый свет и самое забавное, завод и магазин легендарный. Легендарный. Его просто о нем знают на всю Россию. Конечно, прошу прощения за свет. Все очень темно, но вот так встали на парковке здесь, около завода. Время уже 12 ночи. Мы замучены и идем ложиться спать. С утра сходим на экскурсию на завод и двинемся дальше. Путешествуем по Крыму. Обязательно заедьте в новый свет. Просто посмотрите, как можно офигительно вот, например, сидеть, кушать и наслаждаться красотой. Но, сразу говорю, вот здесь получается на берегу есть столовая. Здесь не съедобно, не рекомендую. Столовая называется спрут. Очень удивляет, что буквально проехали совсем чуть-чуть, а растительность уже совсем другая. И виды другие, и горки покруче. Ну и, как обычно, конечно же, стоят люди, предлагающие прогулки на лодках и так далее, и так далее. Фух, побывали мы в погребах фирменного магазина. Новый... Собачка рыгнула. Новый свет, шампань, вино. Ну, короче, косяк, у меня села батарейка, поэтому мы не сняли. В целом, прохладненько там, интересные истории. Но для вас, скорее всего, знаете, наверное, даже это плюс. Потому что будет смысл заехать сюда в новый свет, сходить на экскурсию. Это прикольно, это недорого. Я подзарядил телефон, чуть-чуть вернулись после экскурсии. Сейчас зайдем в магазин, притарим с собой пару бутылочек шампаня, о котором нам рассказали, что его переворачивают вручную постоянно. В общем, много интересных фактов. В общем, много интересных фактов. И вот они, виды нового света. Посмотрите просто, какая красота. Вот этот вот серпантин. Все это просто... Ой, вы сейчас что увидите. Вот просто вот ради этого, как минимум, сюда нужно приехать. Обалдеть. Это все новый свет. Но мы отсюда уезжаем. Едем мы в Меганом. Приехали мы на Меганом, ребята. Огромное количество домов. И что мы нашли? Вика сразу увидела. Илья говорит, смотри. Короче, труп дельфина. Никогда не видел. Нифига себе. Бедный дельфин. Но он уже давненько сдох, походу. Помянем. А что делать? Ой, молодец какой. Как в видосах, так кто-нибудь умывается, стоит или купается. А собачка там или человек приседает. Я, честно говоря, когда ехал сюда, даже не мог предположить, что столько будет автодомов здесь. Несколько дайвинг-центров. Ну, это для тех, кто хочет понырять. Лодочки всевозможные. Квадроциклы. Ну, короче, прям такая движуха-движухшая. Видео из разряда немножко бытовухи. Мы открыли купальный сезон. И, наконец-то, мы полноценно впервые за это путешествие мы накупались. Прям от души, отменно. Очень классно. И вот сейчас вот в домике с душем тяжко. Поэтому мы взяли такую штуковину с Алиэкспресса. Короче, 1200 рублей всего лишь стоит. Это типа поливалка и насос через прикуриватель. У нас вот тут вот есть прикуриватели, USB и так далее. Прям на улице после моря помылись. Что я хочу вам рассказать? Хочу объяснить на тему разницы кемпинга платного и кемпинга вот такого вот дикарями. В первую очередь платный кемпинг. Ты отдаешь за сам кемпинг денег. Но при этом у тебя вода, туалет, душ, электричество. Все удобства, которые тебе нужны. Так как нам не нужны электричества, так как нам не нужен туалет. Но душ все равно нужен. И элементарно здесь берут просто какие-то бешеные, сумасшедшие деньги за посещение душа. Там что-то порядка 60 рублей в минуту. Вы представляете? 60 рублей за одну минуту в теплом душе. Думайте уже сами, что вам лучше отдать там, грубо говоря, 500 рублей с человека и встать на кемпинге, где ты спокойно там моешься, намываешься и так далее. Либо за все платить. Чтобы здесь набрать воды, литр воды стоит, по-моему, 10 рублей. Причем вода не самого лучшего качества. То есть вода не питьевая. А вода именно техническая. Вот и думайте. Так вот, ребята, с другой стороны выглядит кемпинг. Вот такая вот красота. Автодома, конечно, здесь на любой вкус и кошелек, как говорится. Каких только нет. Просто волшебство. Хотел немножечко рассказать про инфраструктуру. В принципе, здесь все есть. Магазины, кафе, рестораны. Цены обычные. Чуть-чуть дороже. Допустим, 6 литров воды стоит 70 рублей. Вот я вчера покупал. Мы покушали. Вкусно. И идем обратно. Вот слушайте, какой звук. Кто это? Как это? Цукаты, цикады, сверчки. Цукаты, наверное. Очень громко прям. Странный момент был. Сижу-сижу, значит, это Вики нету и нету, нету и нету. Приходит она и приносит вот такую вот штуку. Это Кеши. Поймала крабика, рассказывает, ловила она его палочками. И назвала его Кешей. Вика, добытчик крабов. Краболов. 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 Продолжение следует...